МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не знаю где, но в Петербурге оно точно есть. И причем люди, которые сегодня здесь собрались, они не просто двенечики, которые пришли именно в камун выборов, потому что нам осталось чуть-чуть больше года за серьезных выборов, но и те люди, которые профессионально, системно интересовались жизнью Петербурга и многие-многие годы, оттуда и десятки лет отдали служение городу. Поэтому, конечно же, я горжусь тем, что в нашем городе есть такие люди, и то, что сегодня Алексей Иванович и его коллеги, партнеры создали такую инициативную группу по выборам. Я считаю, что это очень даже здорово, потому что, конечно, те выборы, которые были в 2011 году, и законодательные собрания, и те выборы, которые произошли в муниципальное образование, год с небольшим, конечно же, Петербург – это позор. Подобные ситуации мы, конечно же, допускать не должны, но и в этом плане, конечно же, если не будет гражданского общества, которое крепкое, консолидированное, я считаю, что Петербург, он всегда был не просто законодательной модой, он всегда был локомотивом лучшего. И вот, как Алексей сказал, что не даром, что в 89-м году именно в этом зале стартовала тогда вот эта компания. Я надеюсь, что вот сегодняшняя наша встреча, наши обсуждения, они как раз явятся толчком, и выборы, которые у нас предстоят в 2016 году, они будут прозрачные, честные, открытые, тем более на сегодняшний день все для этого сомнены. Приняты законы о гражданском контроле, создана, была проведена политическая реформа, вы знаете, более 70 политических партий на сегодняшний день зарегистрированы. Как показывает практика, мы все они, конечно, активны, потому что политическая партия – это не просто выборы в Госдуму, это, прежде всего, ежедневная, кропотливая работа. Любая партия – это, конечно, люди. И не надо говорить о сотнях, тысячах, миллионах людей, что закидательство никому не нужно, но если люди есть, люди поддерживают идею, то идея, и эта идея, она правильная, она рано или поздно идет поддержка. И мы это видим по многим субъектам. Я являюсь лидером одной из парламентских партий Трудовая партия России. Конечно же, надо отдать, подчеркнуть то, что вначале, когда вот только все стартанули, не надо было собирать подписи, было совсем другие правила игры. Когда власть поняла, что это не совсем, ну, дальше будет сложнее, начали ставить определенные фильтры, в том числе и на сбор подписей. Я не против сбора подписей, но когда, если менять правила игры, тогда надо было начинать по-честному и делать, наверное, сбор подписей и для парламентских партий тоже. Но потому что, если мы меняем правила, то есть не надо постраивать правила под себя. Убегайте, грабляйте, потом ударите. Я вообще за то, что подписи можно собирать, я первый раз увлекался законодатель собрания в 1998 году, я сам лично-то собрал полторы тысячи подписей, я считаю, что это необходимая процедура общения с людьми именно в народе, потому что вот большего, чем тогда, я подчеркнула для себя в жизни, больше ничего не видно. Я узнал все проблемы населения, какие они могут быть.